Спасибо, Евелина. Уважаемый Виталий Геннадьевич, уважаемый Роман Владимирович, уважаемые коллеги. Начну, наверное, с главного. Первый слайд покажите. Сегодня уже упоминалось то, что мы на ближайшие годы будем работать в рамках ряда поручений президента, которые затрагивают не только транспортную составляющую, но и нас напрямую как контролирующий орган. Поэтому основное, с чего хотел бы начать в рамках реализуемой сейчас стратегии развития таможенной службы, у нас утвержден на первом этапе, и сейчас начинается второй этап, должен быть реализован интеллектуальный пункт пропуска. Именно эта модель, которая была утверждена Минтрансом в прошлом году, собственно, и станет основой реализации поручения президента о досмотре в пунктах пропуска не более чем в течение 10 минут. Модельно здесь представлена на слайде, это фактически система двух коридоров, зеленый и красный. То есть, благодаря, первое, техническому оснащению пункта пропуска, второе, действующей информационной системе, которая связывает все контролирующие органы, и третье, предварительно представленной информации, которая позволяет нам проводить анализ рисков, уже на въезде в пункт пропуска будет осуществляться сепарирование потока. При въезде, соответственно, при осуществлении транспортного контроля радиационного, при осуществлении сканирования транспортного средства будут определяться определенные параметры допуска, либо недопуска товара на пункт пропуска, и, как я уже сказал, заранее сформированное мнение в рамках системы управления рисков позволит создать для тех товарных групп, которым нет вопросов, практически безостановочное движение через пункт пропуска. Это, конечно, идеальная модель, которая рисуется в голове, но, тем не менее, что хотелось бы сказать, технические решения, в принципе, они есть, опробированы, и их реализация позволит обеспечить техническую составляющую этой модели. Мы благодарны Минтрансу нам уже дали на тестирование потоковые инспекционно-досмотровые комплексы, таких у нас раньше не было, и хочу сказать, что вот здесь, на Дальнем Востоке, в Забайкальске, стоит два, и применение только этого комплекса, в отличие от мобильных, которые у нас были раньше, сразу повысило скорость сканирования в полтора раза. То есть обычный мобильный комплекс выдавал нам где-то около 100 транспортных средств в сутки, потоковый дает на уровне 250. Точно так же существуют технические решения, которые позволяют распознавать номера, взвешивать транспортные средства в процессе его движения, там не выше определенной скорости, либо при небольших остановках для того, чтобы взвесить по оси разные типы весов есть. Таким образом, проведя технический контроль с использованием предварительной информации на базе информационной технологии, которая тоже благодаря Минтрансу будет создана, таким образом будет реализована модель прохождения грузов через пункты пропуска. Мы делали предварительный расчет и можем подтвердить, что действительно в этих условиях мы поручение президента, безусловно, обеспечим. Хотел бы добавить, что помимо таможенного контроля в пунктах пропуска таможенные органы проводят контроль в интересах еще нескольких ведомств, если брать полностью, то где-то почти двух десятков, но основные это, конечно, три. Это транспортный контроль в интересах наших коллег из Ространснадзора, санитарно-эпидемиологический и, соответственно, карантинный контроль. Это Роспотребнадзор и Россельхознадзор. Вот. В настоящее время уже подготовлены правительственные решения для того, чтобы по возможности там, где эти возможности созданы, эти виды контроля полностью замыкать на таможенную службу. Таким образом, убирая лишнее плечо взаимодействия между ведомствами, мы также сокращаем время на принятие решения, что, безусловно, позволит нам создать вот такой безостановочный коридор для движения транспортного средства через пункт пропуска. Следующий слайд покажите. Второе поручение президента касается создания национальной цифровой транспортно-логистической платформы. Это вот то, что я упомянул. То, что будет являться основой для работы всех контролирующих органов в пункте пропуска с той информацией, которая необходима для принятия решений о пропуске груза через границу. В этой связи мы также благодарны нашим коллегам из Минтранса. Мы уже направили свои предложения в эту систему. Знаем, что сейчас на первом этапе основная работа идет между Минтрансом и Минцифрой, но в то же время большая просьба к коллегам. Привлекайте нас, как только будете готовы. В соответствии с постановлением правительства эксперимент начался с 1 августа, закончится 1 июня следующего года. И мы очень ждем, чтобы такая система была развернута. Основная ее ценность – это две составляющие. Первое – мы будем иметь не только электронную информацию, сейчас она у нас уже есть, но она будет юридически значимой. То есть мы можем ее использовать для принятия решений о выпуске. И второе – эта система будет для всех контролирующих органов. Таким образом полностью убирается плечо, необходимое на выяснение вопросов возможности пропуска грузов, если они попадают под контроль иных контролирующих органов. Почему я начал с автомобильного пункта пропуска? В настоящее время это, к сожалению, пока та зона, которая подкидывает нам проблемы. Я хотел бы сразу поблагодарить Олега Валентиновича. У нас замечательное взаимодействие с железной дорогой. Они первые развернули документы оборот не просто в электронном виде, а именно юридически значимой. И мы благодаря российским железным дорогам получаем не только от них информацию, как от перевозчика, но и через них от их контрагентов за рубежом. Владимир Владимирович, минута у вас осталась. Да-да, я заканчиваю. Вот. Точно так же у нас нет проблем с авиационными перевозками. И, Виталий Геннадьевич, здесь тоже вам большое спасибо. В свое время Аэрфлот был первым, с кем мы запустили программу EFRAID, на основе чего мы отрабатывали обмены электронными документами с электронно-цифровой подписью. С морскими портами тоже у нас больших проблем нет, взаимодействие организовано. Ну а по поводу проблемных вопросов по автомобилям я с Виталией. Спасибо. Спасибо.